День Победы День Победы День Победы День Победы Под руководством коммуниста Сергея Барабанщикова ребята несколько раз проехали праздничные колонны по району. Почти у каждого из них есть родные погибшие на фронте, погибшие, чтобы мы жили. У меня двое дядек воевали, были ранены сильно, один в 50-й умер. Дед воевал в ополчении, был ранен, уже в 42-м году комиссован. Отец всю войну за станком стоял с 14 лет, так что для меня война не пустой звук. Я пришел возложить цветы в этот светлый праздник, поздравить ветеранов, тружеников тыла, детей войны с этим светлым праздником. Это наш праздник и поэтому мы здесь. И как байкер Биберева я не мог пройти мимо столь знаменательной даты, посвященной нашим родителям, нашим бабушкам и дедам, которые воевали и дали нам это светлое небо над головой и возможность поразить дороги Советского бывшего Союза, сейчас России. Под этот вальс весенним днем ходили мы на круг, под этот вальс в краю родном любили мы подруг. Под этот вальс ловили мы отчей любимых свет, под этот вальс грустили мы, когда подруги нет. После минуты молчания, собравшись, возложили цветы к мемориалу, в знак вечной памяти того подвига, который совершили их отцы и деды, отстояв нашу великую многонациональную родину, Союз Советских Социалистических Республик. И еще одно праздничное мероприятие было организовано и проведено в Биберево. На территории торгового центра «Гранд Плюс» были накрыты столы для гостей, которые с удовольствием слушали артистов Москонцерта. Праздник был организован первичной партийной организацией КПРФ района Биберева совместно с Центром социальной реабилитации ветеранов-инвалидов, военной службы «Прометей СВ» и общественной организацией инвалидов Афганистана и при содействии руководства торгового центра «Гранд Плюс». Уважаемые друзья, этот праздник организовали люди неравнодушные, люди, которые любят наш советский народ, наш российский народ. И мы, как коммунисты, были застрельщиками и организаторами этого праздника. Добрый день, уважаемые ветераны. Разрешите мне от лица воинов-афганцев поздравить вас с праздником Великой Победы. Сказать вам от воинов-афганцев спасибо за ваш ратный труд, за то, что вы 1418 дней выполняли свой долг, гнали врага от нашей Родины. Это один из праздников, который объединяет весь мир. Не то, что Советский Союз, а объединяет весь мир. И то, что один праздник, который остался в этом мире, по-моему. Я хочу пожелать нашим ветеранам здоровья, долгих лет жизни, и чтобы в конце этой жизни у них было счастье им подарить именно вот таким. И, конечно же, главными действующими лицами на празднике были ветераны, люди, на долю которых выпало много испытаний. Люди, которые достойно принесли сквозь все горести войны красное знамя Победы. Вот видишь медаль? 70 лет битвы за Москву. Я в 8-й Панфиловской воевал. И отстояли ее. Я потерял право легкое. И мне друг звонит. Пашка! И говорит, знаешь что? Победа! Ну, я соскочил. И мы потом собрались и поехали в горы. Завершился праздник знатным угощением. Вкусный плов ожидал гостей. И вместе с горячим блюдом на душе было тепло от того, что помнят, ценят, помогают. Родина-мать зовет. Этот лозунг актуален и сейчас, когда перед каждым человеком встает вопрос, с кем ты и чем можешь помочь своему народу. Специально для КПРФ ТВ Андрей Сидоров. Продолжение следует...